Древняя мудрая 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 Мы укладывали ребенка, завязывали руки, ноги, для того, чтобы ребенок случайно не разбудил себя во время сна. Люди не всегда жили в мире согласии. Происходили жестокие войны. Когда женщина понимала, что жизнь ее младенца находится под угрозой, в надежде его спасти, сбрасывала люльку в реку. Колыбель не тонула и спокойно плыла по течению. На берегу малыша находили люди. А благодаря печати рода, которая ставилась на каждую люльку, ведь у киргизов было 40 родов, у ребенка оставался шанс вернуться в свое племя. Издревле пространство юрты делилось на две половины – мужскую и женскую. Слева от входа располагался охотничий инвентарь. Следовательно, это была мужская зона. Киргизы – это кочевой народ, который держал скот, а во время прогулки с своими животными для защиты от хищников использовали оружие. А в правой стороне, вочине женщин, хранилась кухонная утварь. В центре юрты всегда стоял низкий стол, накрытый скатертью – дастархан. На него обычно ставились посуда и блюда. А ведь испокон веков киргизы предпочитали есть на полу. В киргизской юрте нет традиционных кроватей. Вместо этого у нас был раскладывающийся коврик, который мы называем тущок. Он был довольно комфортный и мягкий. Он предназначался для сна. Киргизская кухня простая, но очень вкусная и сытная. Основные продукты – это мясо, лапша, рис, вареные овощи, хлеб, молоко, обязательно чай и сухофрукты. Одно из любимых блюд у киргизов – это бишбармак. Уметь готовить его должна каждая хозяйка, ведь на всех праздниках оно во главе стола. Сначала варится мясо примерно 2-3 часа. Рецепт теста для лапши прост. В составе всего 4 ингредиента – мука, яйцо, соль и вода. Она уже начала раскатывать тесто для бишбармака. Он должен быть почти размером доски, тоненькой, но не сильно. Тесто должно быть такой упругой, не мягкой. Тесто нарезается маленькими пластинками. Домашняя лапша – вкус совсем другой. Не сравнить с покупочными – это самый смак бишбармака. Вручную готовим, и вообще супер. Затем лапша отваривается в кипящем бульоне, в котором варилось мясо. Еще одна часть приготовления бишбармака – это соус. Без него не обойтись, иначе блюдо получится пресным. Вот этот ширк называется, сюда мы берем бульон сверху с жиром, там получается. Добавляем мелко нарезанный лук, очень мелко нарезанный. Можно сюда перец, чтобы тоже вкус другой будет, очень такой эффектный. Сейчас надо дождаться, чтобы он вскипел чуть-чуть. Горячим надо подавать. И вот наступает важный момент. На большую тарелку сначала аккуратно выкладывается мясо, затем слой лапши. Сверху блюдо щедро поливается ароматным соусом. И все это украшается чучуком – домашней колбасой. Ее готовят из мяса конины и подреберного жира. Он называется козы. Бишбармак готов. Тамагар дам, дуболсу. Бишбармак подается горячим. Его едят руками. Ведь название блюда с тюркского языка переводится как «пять пальцев». Вот теперь будем брать пять пальцев. Бишбармак называется. И вот едим вот так. Берем не с середины, а вот с краю. И едим вот так. Вкус. Самый домашний, любимый бишбармак. Киргизский – сложный и интересный язык. Принадлежит к семье тюркских и является ближайшим родственником казахского языка. На нем говорит четыре с половиной миллиона человек. Главным народным произведением считается эпос «Манас». В нем рассказывают о богатыре, который борется за независимость своего народа. Кстати, это самый длинный эпос в мире. В нем более полумиллиона строк. Поэтому «Манас» включен в Книгу рекордов Гиннесса. А ЮНЕСКО признало произведение культурным наследием человечества. Ведь в нем так подробно и точно описана повседневная жизнь киргизов. У нас алфавит 36 букв. Три буквы лишние от русского алфавита. Здесь нет сложности. У нас легко можно научиться. Мы боимся, что у российских киргизов когда-то поколение перестанет говорить на киргизском. У нас вот это страшно. А так, конечно, каждый киргиз дорожим, чтобы не забывать свой язык, свои культуры, свои традиции, свои обычаи. Национальный танец – это самое возвышенное, трогательное и прекрасное выражение чувств. Так считают сами киргизы. Один из самых интересных – Жалын Бий. Он вобрал в себе энергию огня, мощь, грацию и красоту. Не зря в переводе название танца означает «искра». Первое движение называется «караджурго». Это те места, где мы наклоняемся вниз с элементами рук. «Караджурго» в переводе называется «скакун», так как издавна наши предки занимались кочеводством и основным транспортом для передвижения были лошади. Второе движение, где мы машем руками вверх и вниз, называется «отхаймалы». В переводе на русский язык это обозначает «огненное пламя». Третье движение, где мы все соединяемся в круг, поднимая руки вверх, называется «бозуй». В переводе на русский язык это обозначает «юрта», так как это был наш традиционный дом. «Музыка» 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 «Музыка»